В Новосибирск на несколько дней приехал художник без денег. Именно так называет Сергея Баловина. За то, что он в качестве оплаты за написанные портреты берет не деньги, а еду, одежду, в общем, все, что не жалко. Благодаря такому натуральному обмену Сергей за полтора года совершил кругосветное путешествие. Взамен на оплату проезда и проживания писал портреты. В нашем городе он также рисовал портреты всех желающих в новом лофт-проекте «Мельница». О том, где его встречали теплее всего, рассказывает в нашем интервью. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях художник Сергей Баловин. Здравствуйте! Рада вас видеть в Новосибирске. Для начала расскажите, пожалуйста, ну, я знаю, что тысячу, наверное, раз задавали этот вопрос, задам тысячу первой. Почему решили перейти на натуральный обмен, как говорится, за работу? Ну, так получилось. На самом деле, ну, возникла идея проекта, который позволил бы любому желающему получить работу художника. Меня всегда беспокоил вопрос с того, что каждый художник, он так или иначе зависим от ценника, который ставит на свою работу. То есть, там, продал за пять рублей, за рубль уже не можешь продать, потому что, ну, кто-то уже купил за пять рублей, и так, чем выше, тем реже продажа и так далее. Ну, как бы, как-то все это, рынок надоело. В общем, хочу, чтобы каждый мог получить работу, пусть платит, чем хочет, и лучше вообще без денег. Ну, и как бы пошло-поехало, оказалось, что людям интересно вот так, как бы портрет многие хотят. Я же предложил бы, давайте, буду делать портреты вам, приносите все, что угодно. Ну, все, что угодно, но полезное, чтобы можно было это как-то использовать. Сейчас мы тогда давайте начнем, и я вас немножко попытаю на тему кругосветного путешествия. Полтора года длилось оно, да, началось, как вы сказали, в Украине, да, и закончилось в Чили. А какие страны, в каких странах принимали лучше всего, и в каких странах хуже всего? Небольшая поправочка. Началось оно в Воронеже, где я родился и вырос, и закончилось в Воронеже, иначе бы это не получилось кругосветное. Ну да, я имею в виду страны, которые... Да, последний, ну, как бы последний стран был Чили. Все это началось 1 февраля 2013 года. Я написал в блоге, что готов приехать в ваш город с этим проектом. Ну, как бы, вот, суть проекта в том, что можете получить портрет за подарок. Если хотите, чтобы я приехал, то, пожалуйста, с вас жилье и билет до следующего города, куда меня зовут. Ну, либо не билет, либо можете подбросить там на своей летающей тарелке, на машине, на чем хотите. Вот. Стали приходить письма от людей из разных городов. Чем больше городов появлялось, тем меньше людям приходилось тратиться на транспортировку меня из точки в точку. Ну, и вот, как бы, люди сами были заинтересованы в том, чтобы в соседнем городе меня кто-то позвал. Вот так очень быстро информация распространилась. Хорошо, давайте начнем наш натуральный обмен. Давайте. Пока вы пишете, правильно же говорить, пишете, да, расскажите про город, где, может быть, население, население не самое открытое, допустим, я не знаю, тоже Чили. Как вас там в Чили принимали, вообще, как выходили на контакты? Как относились к тому, что вы рисуете портреты? В Чили меня изначально пригласила девушка из России. В общем-то, главным образом, кто меня приглашает, это русскоязычные ребята. А местные-то как к этому относятся? Да прекрасно. На самом деле, так или иначе, в любой стране люди реагируют примерно одинаково. Всем интересно, всем нравится. И в Индии, и в Швейцарии. Скажите, ну вот если, допустим, вы приехали в какую-то страну, но не нашлось человека, который подарит, так скажем, жилье, да, или билет в другую сторону, в следующую страну, как бы? Я туда не еду, понимаете, я еду в те страны, куда меня зовут, где меня ждут, куда меня приглашают. Ну, были исключения там, когда я просто по пути решал остановиться в каком-то городе, потому что он просто по пути попадался, и было интересно там как бы сделать паузу, например, Будапешт. То есть я изначально спланировал путешествие так, чтобы везде как бы все соединилось. А, то есть все эти страны были просчитаны заранее, да? Но наверняка была масса интересных приключений по пути, да? Да. Вот о них-то мы с вами и поговорим. Прямо сейчас ненадолго прервемся, посмотрим новости, ну а после уже о приключениях подробнее. В гостях у «Оранжевого утра» художник из Воронежа Сергей Боловин. Сейчас он известен всему миру как художник без денег. Однажды Сергей решил полностью отказаться от финансов и попробовать прожить на натуральном обмене. В итоге получилось не просто прожить, но и объехать вокруг земного шара за полтора года. Кстати, Сергей Боловин по версии «Форбс» возглавил пятерку людей, которые отказались от денег и не умерли. В нашем городе Сергей нарисовал десятки портретов новосибирцев в недавно открывшемся ловте мельница. А я напомню, что сегодня у нас в гостях художник Сергей Боловин. Продолжаем нашу беседу. Это кругосветное путешествие. Полтора года времени на все ушло. Расскажите, какие приключения вас в пути постигли? На самом деле, это такой вопрос. Мне кажется, можно книгу наверняка написать. Семь минут, да, вы хотите все приключения. Самая запоминающаяся тогда. Если я сейчас начну про самые запоминающиеся, мы тут на вечер с вами сидим. Если бы вы писали книгу, то что бы вынесли? Я ее и пишу. В принципе, мне предложили издать книгу. Вот я над ней работаю. На самом деле, все приключения я описываю в своем блоге. Можно зайти на него в Bologen LiveJournal.com. Или просто наберите в гугле «Художник без денег», вы меня найдете там очень легко. Вот там все это описывается, так что можно читать и... Но скажите, какой народ, так скажем, самый дружественный? По вашим наблюдениям. Ну, мне, наверное, приятнее всего находиться в русскоязычной среде. То есть, вот та же Россия, Украина, страны СНГ. А почему? Были какие-то прецеденты недопонимания, так скажем? Да нет, просто... Ну, как бы, наверное, просто ближе. Я же, ну, как-то русский, я здесь вырос, и этот менталитет мне ближе. Ну, в целом, хочется отметить, наверное, все-таки вот Азия, Россия и Азия, вот эти страны, они более гостеприимны, наверное, встречают. А скажите, какой самый ненужный подарок приносили? Ну, каждый раз получается что-то ненужное. У меня есть список таких бесполезных подарков на сайте, там, типа... Ну, расскажите. Торт, очень часто дарят торты, потому что думают, что, как бы, идут на праздник какой-то и переносят с собой праздничный торт. А когда ты утром просыпаешься и хочется позавтракать, а у тебя в арсенале три торта и ничего нормального, как бы, ну, как бы, вот, бесполезный становится подарок. А вот именно какие-то вещи, предметы? Там, я не знаю, плюшевых медведей дарили, нет? Ну, да, дарили и плюшевых медведей, ну, это часто происходит. Я еще читала женскую одежду, да, по-моему, один раз, даже, как так вообще случилось? Ну, была акция «Одень художника, получи портрет в Петербурге» и «Женщина», видимо, решила, что художник-женщина. Я не знаю, что ей двигала, то есть она принесла сумку женской одежды. Скажите, следующий город в какой поедете? Омск. В Омск, да? И вот что вам сейчас нужно? Еще в Новосибирске пока что одежда, все-таки зима надвигается. Меня уже одели более чем. Я сюда, на самом деле, в Сибирь-то летел из Таиланда, практически там в шортах и сланцах, и в Бангкоке сделал акцию накануне «Одень художника» за портрет. Меня там одели как могли, ну, в Таиланде свои представления о холодах сибирских, конечно. Ну, да, и в Красноярске меня до одели, и здесь еще продолжают. Мне тут шапочку замечательную подарили, вязаную. А как же теплая верхняя одежда? Да, да, вот ее подарили, подарили куртку, очень теплую, хорошую, в Красноярске. Вот подарили вот эту тельняшку вязаную, утепленную, тоже в Красноярске. В Новосибирске подарили шапочку полосатую. А какой самый трогательный подарок был? Может быть, что-то там, не знаю, связанное своими руками? Вы знаете, ну, очень часто спрашивают, какой самый подарок, какая самая страна. Ну, нельзя только одно выделить, ну, пять тысяч подарков уже было. Ну, каждый по-своему трогателен. Ну, не скажу я про один какой-то только. Опять же. И мне так кажется, что художнику всегда нужны расходные материалы, то есть тушь, кисточки, так что, пожалуйста, приносите. Думаю, будет тратить. Да, дарят в большом количестве. А расскажите тогда немножко об инструментах, которыми творите. Вот очень большой арсенал кисточек, неужели все это нужно, все используется? Ну, да. В принципе, поскольку дарят разную бумагу, разная бумага себя по-разному ведет, как бы по-разному взаимодействует с краской. Вот я для одной бумаги там использую жесткую щетину. Вот это каллиграфическая кисть из Китая. Вот этот мастихин вообще предназначен, чтобы на палитру краски выкладывать, да. Но иногда им тоже пишут маслом. Я им процарапываю блики, например, в глазах. Хорошо. А скажите, все-таки это больше пиар-ход, либо в этом больше творчество? То есть набивается рука на портретах и так далее? Ну, учусь рисовать. Надеюсь, что когда-нибудь научусь, конечно. Что такое пиар-ход? Ну, конечно... То есть привлечь к себе внимание, потому что на самом деле много талантливых... Вот я такой хороший Сергей Баловин. Нет, ну как, прославиться. Художников-то, я думаю, много. Ну, по крайней мере, тех, кто там закончил, да, какое-то обучение, вот. Но знаю далеко не всех. Многие сидят дома и пишут пейзажи, портреты и так далее. Надо понимать, что ты делаешь и зачем. Что ты хочешь сказать своим произведениям. Это не имеет значения... Ну, как бы имеет, но это не главное, в каком стиле ты там это изобразишь, на каких материалах это... Если ты не понимаешь, о чем ты хочешь сказать зрителю, о чем вообще твое искусство в целом, то это будет все бессмысленно. А о чем вы тогда хотите сказать зрителю? Да. Ну, вот этот проект, он о вопросах свободы, в принципе, это такой диалог со зрителем, в общем-то, да, идет. И я для себя задаюсь вопросом, что есть свобода, и как бы пытаюсь на него найти ответы, и пытаюсь найти свою свободу. Удалось уже? Удалось, да. И, в принципе, вот многое, о чем я мечтал, оно сбылось. И я пришел к той свободе, к которой стремился, да. И я делюсь своим опытом. Это какая-то свобода от денег, получается, или... Свобода от ценника, да. Вот, как бы, быть зависимым от ценника, который ты выставляешь на свою работу. Как долго еще собираетесь прожить вот в таком стиле? Посмотрим, поживем, увидим. Ну, мне нравится, как все это происходит. Вот. Мне нравится такой стиль жизни. Вот. Вот. Людям нравится участвовать в этом проекте пока еще. Ну, планируете обосноваться в одном каком-то городе? Или продолжать так ездить по миру, куда пригласят? Конечно, с этим проектом удобнее путешествовать. Потому что, ну, каждый раз, когда приезжаешь в какой-то новый город, там это новость, и люди собираются. Если на одном месте ровно сидеть, ну, наверное, как бы, будет сложно бесконечно поддерживать интерес местной публики. Вот. Либо надо сделаться совсем уже знаменитым, чтобы там люди сами приезжали со всех концов света. И в завершение еще хочется спросить, помимо России, в какой стране больше всего было клиентов, если так можно назвать? Больше всего в России. Ну, а помимо России в остальных? В Европе, в Америке, в Азии. В России и Украине, да? Да. Ну, что ж, пожелаем вам еще побольше путешествий и, главное, новых впечатлений, потому что, мне кажется, для художника это важно. И произведем наш натуральный обмен. Так. Это вам. Как говорится, приятного аппетита. Ну, что ж, ладно. Чуть-чуть незаконченный портрет, но... Не важно. Спасибо. Что получилось, то получилось. Прекрасно. Можно прям выложить? Давайте. Пусти. Булочка с кунжутом. С кунжутом. С кунжутом. Отличное начало дня. Паштет из мяса птицы. Тоже неплохо. Едите паштет. Прекрасно, да, я не вегетарианец. Сардина. Это на тот случай, если не едите паштет. Это, что называется, из разряда полезных подарков, это не торт. Не торт и уже радует, да? Но апельсины, потому что у нас все-таки оранжевое утро, и апельсин – это символ нашей телекомпании. Ну что ж, спасибо. Спасибо вам большое за портреты и за позитивное настроение. Удачи. Спасибо.